Субтитры создавал DimaTorzok 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 с соседом, с коллегами. На этот матч выбираем, чтобы отец меня забрал. Отец был фаном Горника Забрза. Я, как кибиц ГИКС-у, был с ним. Помню, как вчера еще. В полной стороне кибицы Горника, в полной ГИКС-у, в полной стадионе, великое событие. И эта уверенность Забрза, что выиграли со мистерами Порской, поэтому они разъедут ГИКС-е. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... През 20 лет бронировали наши браки. Горник уже мистер, а ГИКС-е все тратировали как копчуха. И помылали себя. Поехали на этот Стадион Śлоский. Очень скромная, с респектом. Было в видеть, что по Горнику, они просто чувствовали себя, как можно сказать, великий успех. Горник Забрза уже мистер был, они были самые звезды, а мы... а мы имели сгруппирование 3-дниое, и... в таких светерках, на ГИКС-е, они в гарнитуре, а мы такие бидулы были. Не были мы фаворитами, хотя бы уже, как дружина, уже где-то нас в Польце в Польце, лечили себя с нами все. Мне кажется, что они вышли за певни, а мы тогда... мы имели такой зеспой молодых, гнивных. И если они покопали, то уже было по заводам. В моменте началось... это хорошо для нас, потому... правой стороной мне удалось как-то там уехать, в игре до Фуртока, и было 1-0. Аплодисменты, и... Пять-на, пять-на акция! Ян Фурток по пи-пять-ным загранию Марка Конярка сдобава в Провадение на Гурників з Катовиц. Пять-на, пять-на акция. Познение Пиотек на зиме закентровал, было 2-0 и 2-0 было до прермы. Ян Фурток тут... тут... заноси себя, на сенсатию, на сенсатию, на сенсатию, дощроткование. Ян Фурток по-раз-другой. Другую половину, я помню, я помню, что мы прерывали тяжкие, тяжкие хвили. Мы не могли выйти из этого пятого метра, потому что нас так... так... нас посещали, что... Памятам, Рисюка Мурнинский стрелил на 2-1, но это было очень горло. Назадо стараюсь точно разгрывать пиуку, помимо, что... аж проси себя ситуация о шибший стрелл. Крисиус Рисутек взял на боюско, заграли мне пиуку и от половины пиуку, но не вытрянули до конца, и стреляли ему так голова, 30-15 метра. Гол, который пресадает лосы 32-й эдиции Пухару Польский. Шалона радость в шерегах зеспоу Катовицкого. Ну и позднее за две минуты, через или же Ясюк добил на 4-й и было по мячу. Знову Десперасский выжить з пиуку, 2-0, 4-1, а сдобавцом этой брамки есть фурток. Третья брамка этого заводника, который выскочил здесь за плечи Я думаю, что один из невелых заводников, которые в этом мячу которые имеют еще награды за этот финал это видео хитаж, которое до сегодня функционирует. Я очень счастливый, что мы сделали пухар. У меня прекрасное закончение моей карьеры. Это был самый счастливый день в моем жизни. Пусть проживали это страшно. Мы хотели себе запрещение в пухарах не потому, что мы играли в финале, чтобы мы захотели и все что я могу сказать? Я счастливый. что это мяч 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 Если нужно было что-то заотвить, то сядали мы все, не было там, что Кракуф особо, как то Ясю говорит, гороле особо, то не было чего-то такого. Сядали мы вместе, приходили до каких-то вопросов, что происходит, почему так происходит. Мы не скакали себе до горды и так не было. Мы, прежде всего, сделали себе встречу, в каком-то по-мечу, или на следующий день. Мы были в своем клайпе, улюбленный Рогач на Костухне у Богдана Йонделки, нашего коллеги. Мы всегда посидели, погадали. Преграли мы когда-то пять мячей по джонду. В конце концов надо было что-то сделать. Мы позвали, пошли мы до конейпы. Но так получилось, что на следующий день мы победили. Так что это было действительно круто. Это не были часы цыборгов и моднисьев, копирующих пилка. Спортный триб жизни был тогда иначе понимаем. Это было такое, что на Силонске было так. «Пишешь, грошь, не пишешь, не грошь». Но мы должны иметь здоровье. Потому что, если ты не был здоровья, запомнили, чтобы ты в уголе что-то управлял. Это были такие люди, где мы могли бы иметь… Ну, конечно, сейчас это все выходит. У нас есть стендграфы на аортах, на полном пластике. Но это было стоимостью того, что… Кто не курил, то… Франев спут, то он курил под пышницем. Мы не говорим о том. Нормально под пышницем он шел и курил. Первые, когда мы в меции сходили до цигарета, еще без фильтра тогда. Мы не могли бы иметь… Удивление мощного зоспоу вымусило выжить по-за наше подвёрко и до пачки ханысов с Буковой доходили хлопаки с по-за Силонска. Памятам часы, когда мы начинали играть в Рыбнику, или в ГКС, то играли в шкатах. Езжило в сумме на меции, на згрупованиях, на каких-то там длужных побитах. Разем играли в шкатах. Позже начали входить такие игры, 3-5-8, или кирки, это уже как-то такие игры, можно сказать, нарзукные. Та привага хлопцов, которые в шкатах не могли играть, практически была большая. Гирки внутренние, это уже было так установлено, что не делали по-Силонскому вылогу, что не делали складов там, только в Силонске на Кракусу. Уже не говорили на рештах Польской, только на Кракусу. Какой-то такой сентимент был до Кракова, не знаю, может, из-за того, что был с Сосновца, был ближе до Кракова. На разе не спроводзали мы Велких Гвязд, за то забрали мы Небескин, который в брамце стал годным наступцем Франка Спута. Было много заводников от нас тут, из Силонска, и тут не было проблему никакого. Поэтому это была наша родина, в шатне и по-за шатне, можно так сказать. Позже, когда приходилось новое поколение, где все заводники приходили, то даже, когда приходили с外ны, они быстро заакцептировали в нашей дружине. Поэтому мы имели такую единство. Конечно, не было каких-то гвяздов в команде, а у Путичаса, потому что он уже там до репрезентации достал, но это был solidный команде, который выходил на боюско и который просто дал себе все. Там не было заводника, чтобы просто вышел на боюско на боюско, он хотел пройти ко мнечу, или дать себе 70%. Он был бы не из боюска, но он был бы из шатни позже, он был бы проблем с самими своими хлопцами, это было не до принятия. Каждый в лиде, чтобы когда-то играть, должен иметь свой характер, не было места для слабых. Гексе знали с solidной обороной, но не только. На трюбунах часто смотрели, как в речи, когда до пиулки доходил напад. По страх всей лидии. Офенсивный trio фурток, кониарек, кубисталь. Когда Гекса игра в складе с ними, было понятно, что, по-первых, на пауно что-то падает. Потапили распространять defensиву противника капитальнее. И можно было это хорошо смотреть, потому что не было как пауно пиулки, но немного в этой финезе было. Фурток был отличный фурток, который был в поле. Поэтому сдохнулся и, что бы не сказать, поразил себе в этой Bundesлице без проблем. Марика Кониарек как не ударил, так ходило. Все скучали на Фурток. Увага на Фурток. Увага на Фурток. А Мирек Кубисшталл снова что-то, как ему было, то были меции, где он смогли выиграть. Это тяжелый трцет в игре, потому что не знал, кто кричит. Все трех были, можно сказать, такими такими шибкими, не играющими до тылу. скучно. Преод шибки шибки, я шибки, меще но и так обоц. стоят, потому что уже отдыхают, а мы правки стрелали. От этого мы. Родина Гекшиарзи была coraz развеякшена и мы могли бы поместить. Клуб забрал себя до роботы и шибко при Буковой стану найновочешнейший stadion в краю. Было нас coraz больше. Мы первые выходили на розживку. Мы уже были на трибуне, витали их. Сейчас этого не нет. Но это уже было другое прежде. година была стандарта, что это было прежде, что пухар полский. 8-5, 8-6, где-то на банкете или встрече был свидетелем этой разговоры, где президент Лисецкий сказал президент Дзюровича Марианты занимает результаты соревнования соревнований, а я строю стадион. Затем забраку двух. В этом моменте, когда бы стадион повстал, в такой версии, как он мог выглядеть, не знаю, если бы просто стадион на 10-15, 20-тис. спокойно мог функционировать. По выигранию Пухару в 1986, ГИКСа взмоклилась в Янусе или Юрке Виас. Пирси, в лиде, достали мы три пункты за выгранием трезема брамками. Развалили мы легиэ 5-2. А наша первая прагода в европейских пухарах началась от пробия фрама «Райкявик». До «Пићкарз» тако «Подрож на Захуд» – это была оказа до доробиња на боку. Можно почитать, что одна бутерка, если все спредало, то у меня есть половина пенсии туманасской. За две бутерки – целая пенсия горничная, то каждый там, эти две флажки, всегда между собой взял. Все, где-то, чтобы дословно доллара, который у нас был, невыраженную мощность, где-то там заробить. Друга рунда «Пухару з добывцу пухару» то, нистете, поражка з Сионем. Але wszyscy запамятали ме реванж в Свайцариј, бо страшной контузји дознал «Мирек Дрешер» наш «Брамкарз». Памятам, такой заводник был «Цина» chyba, як се не миле. «Мирек» высшел и коланам се сдержали, то не было злощливе. То не было злощливе, но доктор Счерба, как фаховец, зараз го укрощили в великой класе, бо он зараз раз познај, что то есть злощливе. Как се пудни оказало, по тих килку годзинах, где уже было и так за пузно, то мяў полтора литра скрепов там где-то крвите. Так же, то останні были моменты, где «Мирек» зостај уратованы и прежеў. Но все добре, ко се добре, ко се добре којци. «Дрешер» ожениј се з «Мариолом тћумачком», которая опекала се в ним в шпиталу, а «Гекса» скојција сезон на 3-м миску. Ну и којјний раз досшли мы до финау Пухару Польски. Там чекаў «Свјцк» Вроцлав и зај преграли мы в «Карных». «Мяјем стрелаць, но это се какось посыпало, каждый се там, троше в «Чис» и не было уладу, не было складу при «Карных». «Карных» и «Я», «То не ест так», «То не ест так», «То не ест так». «Но и прежеўли дву, дву прежеўлило и навет посидеј шатни». Тренером zostaј Вјадек Жмуда, который вчешјј робиј мајстраж зі Слоским и Видзевым, то милим велике надзијј. В Пухаре Уефа трапилими на «Спортуль Букаеш». Преграли мы, але найгоршо была и так та румуњско погода. Памятам, что Пиотек на зиме, границ за правём оброне, уже не вытримаў, таки виатра з водом стало з бока. Так было горонко, что в определенный момент вложил себе виатр з водом на голову, зимна вода и там кричал «Видзе цемно, видзе цемно». То есть такая ситуация, где мы уйдем из этого мяча, а его вона уехала себе о том мячу запомнить. Сезон скончился великолепно. Не програли мы на Буковой ни разу и первый раз Гекса была висемистцем. Диура działaј гораздо важнее и проводил рекордный трансфер. До шатни пришла врославско-гвязда Андрей Руды. Это был наш час. Мы знаем, что так действительно президент решил поставить и все, может, на одну карту и пухарь и мистерство полске. Это был момент, это был настоящий момент. Андрей Руды и Ясюна Вроцки и я. Это была такая, настоящая приемность, когда была. Может, лучшим мячем декады был тот с северпня 1988, то есть настоящая битва с гурниками при Буковой. В транс мозгу Йоя, разстрыгающий голка пиаса, напятие как у Хитчкока. С гурниками завтра. Завтра мне все было. Завтра, как Ясюх Фурток, что мы выходили на боиско, Ясюх Фурток был до Вандзика и говорил так, слушай, uważай, рут волный в левый твой. Стой уже там. Завтра ему там стрели. Завтра ему стрели в рамки. Дерпы с рухом и гурниками завси были святым, а мы поволи отбили наши катовики, в которых раньше ГИКСе кибиковала гарстка. Преимовались мы тоже пиўкары. Кониара, который пошел на захуд, застомпил Валец, выхованник руху и заводник полунии. Моя пропозиции руху и ГИКС-у. Заделаем ГИКС, потому что, как говорится, ГИКС был на фали, граем регулярно в европейских пухарах и это был дезидающий чинник, который скусил меня до того, чтобы прийти до ГИКС-у. Может не был ГИКС еще такой фирмой, как рух, но в дальнейшем часе важно, чтобы ГИКС пнулся в гуру. Кибицы приймывают тогда тоже хорошо, если человек что-то презентирует собой, а на данный момент, тогда могу сказать, что я имею в определенный свой уровень. ГИКС-у. Была такая команда, где были свои заводники, своих ханисов, которые могли бы совершить solidную силу, как говорится, ездить на дупе, чтобы показать и удоволить, что они что-то важны и отдать сердце для клуба. ГИКС-у. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzок что позволило. Врюкают шутки пиулкарские заводники ГКС Вспанияли премьер, упоминка по этому встрече Радость была великой, а потом еще хлопаки поконали Загłębie Lubin и выиграли супер пухар. В дружине играл Дарек Волный, а также Грузин Гиагурули, который был первым заграничным магиком в полской лиде. Дяки нема прешли Мадеруэл в Пухаре Здобывцов Пухарев. Гиага чароваў их, как хотел. Гурули волчат по ветру, досконале выиграл! Гурули! 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 Нестете, zupełnie не дали мы рады Бруги, а за то в лиде знову были мы висемистри. Нагле джиурат выкинул, как с капелуса тренера Адолфа Блуша. А в тамтом часе тренер з заграницы, то было в Польце коось. Гурули! Он присшед до нас и он думал, что мы мы в полной заводове, что мы все под достатком. Мы ничего не мартфим, что все так, как на Заху. И первые полтора, ну, на правдэ были тренинги такие, что... тяжело было их вытринать. Ладнее удержало, но не цельно. Амза пэнди сам на сам, противко... До дружины досадь Куцик, czyli Адащ Куч. А в пухаре Уэфа трофилизм на турецкие лвы Галата Сарай. На Буковой не было źле, czyli 0 до 0, но в Турции делали какие-то страшные вещи. Там были три червоне картки. Роман Шевчук, Святой Памятью, Адам Ледвон и Петр Шверчевский. Я не милем в уголе картки, а не желтой. Ничего. Звонит мне за неделю kierownik Ласчик и говорит, «Когда ты получил картку?» Я говорю, «Какую картку?» «Бо ты получил пять мячей карты». Я говорю, «За что?» «Не знаю, за что». Я говорю, «А то я тем более». Я говорю, «Кто подписал протокол?» Я говорю, «В протоколе должно быть написано, за что». Однование было и на однование никто не поехал. Клубу заплатил карты за однование и мою карту утримали пять мячей. Без картки. «Хало! Это Стадион Śląski в Хорзове. Arena финалу Пухару Польский. 39. Финау этих розгравок. Две сломские дружины ГКС Katowice и Хорзовский рух». Присzedł do нас «Сцидрув Эчик», czyli Marian Janoszka, а асистентом «блуша» został Петр Пекарczyк. На конец sezonу 92-93 byliśmy dopiero на 8 месте. Только финал Пухару с Небескими вправил нас в добрый настой. А наши piłkarze добре вiedzели, кое значи таки мяч. Финау Пуару Польский с Рухом. Вшещеще называли Рухом 2, кое-каке можно между байксом вложить, бо чверчина Уф на резерв руху грала первым складом. даже тренер был перволиговый. Ци захватники можно сказать своим характером впасовали в этот клуб. Адам Ледвоњ, Малик Швецевский, Петр Швецевский, можно сказать, деликатно такие «харпаганы» «характер» этого клуба тоже чувствовали, а сам финал, з рухом, потягнули, те эмоции. Адам Ледвоњ устави пиўку в ол. 11 м. от брамки. От цего стрцаља все зависит. 19-лаець з Ополя и Лех в брамке удаши и кухар польски для ГКСу Котовице. Адель, Встреча с 11-м турнирского клуба спортивного из Катовики. И триумфует в поле в поле. Кухар Польский знову будет наш! 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 Мы очень стараемся, чтобы мы выиграли этот матч. Расширялись встречи в житах карных. Я счастлива, что даже в житах карных. Мы хорошо. Но в неделе будет победа на слубе паском? В субботе. В субботе. В субботе, так близко, так? Да, конечно. Запрошу целую дружину. Пухар Польский тоже будет в среду праздников. Если мне праздник позволит, то конечно. Я очень рада. Мы счастливы. По-просто маму взрыв в оцах. И тяжело мне по-просто разговаривать. В этом банкете. Потом, отразу потом, юролизм. Утро приходить на зараз. Но можно сказать, в этой ночи, уже видяем смертную, что будет. Тренером будет пикарчик. Он будет вас тренировать, а вы отвечаете за спор. Как старшата. И так это началось. Повторяем. И мы все-таки уехали в один стороны. На тренинг вы можете быть на тренинге. А на тренинге вы можете быть на столе коллажейском. А на тренинге вы можете быть тренингом. Ты отвечаешь за это. И мы должны быть в этом. Была такая разговора и так это стало. И в pewnем моменте это ускорило. Так что, дай Богу здоровья. От 1 липца Петр Пекарчик стал новым тренером зеспоу ГКС У Катовица. Его асистентом есть Хенрик Гурник. Молодой тренер с початку не мил легко. Чтобы показать характер подал в стремпы картечки за складом от Дзюровича и отсунул на хвиле летка от складу за разные выскоки. В клубе родился такой fajный своевский климат, которым тоже мы, дьекциарцы. Эта атмосфера, можно сказать, ключ до этих суккесов. Хотя, конечно, всегда, и суккесы в сумме будуют атмосферы. Так что, если есть атмосфера, то в этом моменте можно легко выйти. Если есть такие крызы, то если есть атмосфера и эта связь, то в сумме можно в сумме из этого доука выйти. Там не было, что я не знал о чем-то, не? Все чихотцы сказали, что так, 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 потому что не всегда есть только стация элегантская. И это был тот момент. И так, как я говорю, одни из Слёска, одни из Слёска, и они могли подчислить к ним и нас до них. Так что это было такое, что это было на том, что мы сделали успех. В этом моменте было так, что после тренинга, после тренинга, после тренинга, когда мы уже этот новый объект уже встал, мы сделали басен, там всегда была тепла вода, соль, так называемая. До этого брали скринги пива. Как кто-то хотел больше, то я тоже больше. Не утолкал, но не чтобы я ухлал. И там и входило, до этого басену, и там что-то мы сядли все вместе с темными рамками. И там все жаловало. И было так, что пиво, он сказал ему просто в очи. «Хлопец, ты ехаловешься, а в этот момент могло бы так загрануть, а так, а так». Но это было у нас. Было так, как родина. Когда мы сезали, то был один большой человек. Что-то красивое. Все сельвесты. Мы все вместе делали. И поэтому так все функционировало. Когда мы победили, то мы сезали в шатни, что они сезали в своем покои, который сделал, конечно, пан Президор Дзирович. И это была такая, как бы, связь, ну, powiedzmy, родинная, пиелкарская. «Навец, когда мы наброили что-то, то мы знали, что тренер покрычал, но будет окей. И поэтому в этот период времени ничего не упсуло, ничего не случилось, что эта атмосфера могла бы снижать». «Я видел такие меции, потому что они видели, что я страшно сезали, и Пиотрек. То они до меня приходили и сказали, что «нех ты не сезали, пожалуйста, сидите спокойно на этой лавке». «Не, ну, там мне говорили так, а я вот, сейчас, ладно, пожалуйста, сидите, хайер, спокойно, будет так, что мы этот мец выиграли». «Ну, кур...» «Я мне...» «Я увидел, что та трама так латала, nie?» «Прооранное, всё было». «И мы выиграли, потому что, видите, чувствовали себя виноват». «В пухаре, здобавцы пухару, втрафили мы на велком другом, Бенфике Лизбона». «Гекса, усмокненная Мирком Видухом и Каском Венгрыном». «И мы, кибицы, cеслились мы с выезда до Португалии как дети». Существует легко играть со стороны слабшего. Несоподзианки в пухарах всегда случаются. Я считаю, что это хорошо, что мы лосовали. Я считаю, что я доволен из этого лосования, потому что я могу показать, на что мне стоит. В меции с Бенфиком, где я считаю, что не было ко мне укрыть. Сэндзя нас в первом меции в Лизбоне не прикрыли. Не узнали с брамки Адама Куча из руту рожного. Мы дальше, чем в пухарах, где мы обрали Бордоу. Мы ехали на по жарке, потому что сейчас я смею. Тогда у меня не было смеха, потому что кто-то из руководства или руководства, или сам президент сказал, что не играйте больше, чем я вижу с Айнтрахтом. Это было 9. Мы с этим свидетелем, каким-то самолетом, таким карго-товаровым, с ограниченными шрубами, или стоечками, где-то там стюардессы, или стюардесси, где-то там какие-то суперки подавали. На ротниску, то мы думали, что приехали с самолетом в Польске с каким-то товаром. Мы там стояли полгода. Когда хлопцы вышли на Бенфик, на стадион, то хотели уехать до дома. Там были такие juniorsки, мы этих молодых забрали, там таких, кто-то смотрели, где-то они там, из такого клубика. Редактор Здорович мне в прерве сказал, что «Уважайте, че хлопцы», он шел за сэндами и обсерватом, и что-то такое падало, что обсерватор до сэндов там что-то сказал по-ангельски, что они не знают, где сэндиуют». Тен дегат нам нормально в очи говорил, «Или до вас приходит на мяч кибисов? Илла? Илла? Илла?». Мы говорим, там 3000, то еще полонез тут стоял, что выиграл, что как купишь билет, то выиграл этого полонеза. То в 3400 пришло так. «А там придется, он говорит, 80 тысяч. А мы, сколько денег?». «Подъезжаю, что если бы это играл, не знаю, с Францией, с Бенфиком, либо с Немец, либо с Холландией, то бы узнал брамку. Потому что если бы он стоял на линейке левом ноге, и выбил правом ноге, то сконт бы бил?» «Ну, с брамки, просто. И тоже бы было 1-0, не знаю, как бы это закончилось». «Матерьевский, и попседшка, но успеха имеют катовичане. «Найперстан, неузнана брамка, по ржуке розмой, выполненный через Кута, а теперь с Сау Матерьевского в попседшке». «Всесте нас сказали на пожарча, а там был очень хороший мэр, и там Жечевка, Януш и Ойко боли». «Сэндзя, когда потом под конец немножечко себя страшил, потому что такое было несмачное, даже в мэр не продлужил, даже его скручивал. При 1-0 так бы помыслал, что «своё я сделаю, я уже не буду дальше, можно сказать, шмачил». «По 0-1 в Лизбонии у нас мелиśmy надзиј на аванс. Наси хлопцы заграли wspанially, але 1-1 до авансу не старчуло». «Бяд-бяд-бяд-б︎». «Да мы можем выграть». «Выграмы-быграмы-быграмы-быграмы!» «О ГКС веку не дамы» «О ГКС веку не дамы» «О ГКС веку не дамы» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Sami Portugalczycy to nam gratulowali wszystko, bo za postawę, za wszystko, bo było tak, że oni mogli odpaść wtedy z Katowicami w Pucharze. To już sensacja by była. Dzisiejszy remis to jeszcze byśmy grali dogrywkę i karne po prostu. Mimo, że uśmiechnęło by się szczęście i byśmy przeszli Benficę. Przy większym szczęściu mieliśmy szansę ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść i przejść do drugiej rundy. Szkoda, że Darek Wolny tego nie wykorzystał, bo mogłoby się skończyć nawet wynik wyższym zwycięzcą, bo Benfica na pewno by nas śmielej zaatakował, odkryliby się i lepiej nam by się grało. A tak to trudno. Poczekamy do przyszłego roku. Chwilę później nasi zaczęli serię 30 meczów bez porażki w lidze. A mimo to zaś do majstra brakło i czwarty raz zostaliśmy wicemistrzem. W Pucharze UEFA wylosowaliśmy Intercardi w nieznaną drużynę z Walii. Trzeba wiedzieć, że to były zupełnie inne czasy dla trenerów. Dzisiaj mamy Internet, mamy wszystkie dostępne, jakie tylko chcemy, szczegóły o tamtej drużynie. Wtedy myśmy musieli jakieś tam telefony do Asia wykonać, nazwijmy to do Leverkusen, dowiedzieć się coś o Leverkusen. To myśmy słowili do Asia, Jasiu, kto tam jest? No to uważajcie na tego, uważajcie na tego. No to było coś nieprawdopodobno. No mówię wam, nas było czterech, nie czterdziestu, czterech. Gdzie musieliśmy ogarnąć wszystko. Sami, nie mając dostępu do internetu, no telefon, no to wiadomo, a to jeszcze jak mama od koniaka nie załatwiła, to myśmy połączenia nie mieli, bo ona pracowała w telekomunikacji. I musimy się prosić właśnie przez telewizję, przez coś tam. Nam tam, kto mógł, kto nam pomógł, nie? Jeszcze trenerzy, którzy zagraniczni, którzy byli, to nam mówią, właśnie takie czasy były. Demolka z Wyspiarzami, czyli 8-0 w dwumeczu, rozpoczęła to, co do dzisiaj wspominamy z dumą. Pucharową jesień 1994 roku. Następny rywal, Aris Saloniki, postawił trudne warunki. 1-0 u nas i wyprawa do Greków znanych piłkarskich fanatyków. Wygraliśmy pokarnych. Ja się bałem rozrzewkę zrobić, nie? Bo podchodząc pod płot, a ten płot był tyle od tego. Tam pod płot się pochodziło to już, a ten płot taki wysoki. I już jechali na noc, nie? Pluli, rzucali, czym się dało, nie? A takie mieli pieniądze od nich, te greckie takie. Taką monetą człowiek by dostał, to już nie mogłoby się to skończyć. Niektórzy zbierali te monety. Każdy chciał z chłopaków, żebym ja strzelał karnego w tej piotce, jak ostatnio. Tak dobrze pan to robi? Nie, czy dobrze robię, to nie wiem. To jest materia 11 metrów. Bramkarz ma mniejsze szanse niż zawodnik. A że ja bramkarzem jestem, bramkarz bramkarzowi. To też jest satysfakcja jak strzelikarnego. Pomimo, że katowiczanie od 9 lat nieprzerwanie występują w europejskich pucharach, to nigdy nie spotkali się z zespołem Ligi Francuskiej. Teraz mają szansę zagrać z Francuzami, bowiem wylosowali w drugiej rundzie Pucharu UEFA francuską znaną drużynę Bordeaux. Współpraca z Francuzami Współpraca z Francuzami No wiadomo, że serce mówiło inaczej, rozum może troszkę inaczej, ale wiara w to, że coś można zrobić była wielka. Prezes był niezadowolony, że nie klub z Niemiec, bo za transmisję najwięcej płacono, gdy największe korzyści, profity były, jeśli przyjeżdżał klub z Niemiec. Wiadomo, chodziło o reklamy, że Niemcy więcej płacą, ten Miedziowicz był załamany, a my usieliśmy do stołu i powiedzieliśmy, panie prezesie, nie martwi, my przejdziemy Bordeaux i pan dostanie Niemców. I pan będzie miał za reklamę, a teraz nam pan podniesie trochę za premię, jak przejdziemy Bordeaux. No wy podniósł, że wy ile chcecie, nie podniósł z nami. Już widziałem, że psychika, raczej ten etap taki, powiedzmy, okrywania się w pucharach i tak dalej dla tych chłopców, w sumie to już jest, to już tam gdzieś jest zapomnienie, już jednak w sumie praktycznie tu nikt się meczy pucharowych nie bał, obojętnie z kim grał, tu ten aspekt, może to czego brakowało w czasach latach 80-tych dla nas, że ten mecz pucharowy to jest okno dla świata, że tu można wyjechać. Tu generalnie te mecze pucharowe, to się czuło po prostu, każdy czekał, sobie widział, że tu się może pokazać i jest łatwiej w tym momencie wyjechać na ten zachód. Za cztery lata Zidane i Spółka będą mistrzem świata, ale póki co na Bukowej musieli przełknąć gorzką pigułkę. Udało się właśnie w końcu zestrzelić tą bramkę i wydaje mi się, że jesteśmy w niecej sytuacji w rewanżu. Do Bordeaux chłopaki zabrali żony, ale i tak było ciężko. Francuzi cisnęli, znowu cuda w bramce wyczynią jojo. Do przerwy przegrywaliśmy 0-1. W przerwie, bo tu mówię do chłopców w szatni, co macie do stracenia, przecież to są tacy sami zawodnicy jak wy. Gramy 0, praktycznie wynik jest w tej chwili, tak byśmy mieli 0-0 i gramy swoje. Po super akcji Kucza z Nikodema, z Trojka nastąpił rzut karny, na który sędzia zdecydowanie pokazał na wapno. No i co dalej? No dalej trzeba było karnego strzelić. No jak, kurde, ten karny decyduje o wszystkim, tak? Bo strzelimy tego karnego i my przechodzimy, nie? I teraz co? Walec bierze się nie pyta, kurwa, leci tam, bierze, nikomu nie do, nie? I lecimy, szok, kurde, co tu się dzieje, nie? Człowiek nie wbiegnie na boisko i nie wytarga go za ten, tylko każdy... Też odwaga i mocna psychika. Zazwyczaj jest tak, trójka do dwójka, trójka do karnych. Oni decydują między sobą, ale na pewno nie był to Krzysiek Łapczek. Siłkę ustawia Walczak. I jeden, jeden! Remit, który daje czas na awansu gotowito. Potem się dowiedziałem, że Krzysiu właśnie ten aspekt taki motywacyjny, który mu przedstawił prezes Ziurowicz. Po tym super sukcesie z Bordeaux, pan prezes powiedział teraz możesz do mnie przyjść, no i z uśmiechem na twarzy podpisaliśmy umowę, no i dostałem to, co mi się należało. To są przeżycia, gdzie, 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 to muszą mi zazdrościć wszyscy, bo to naprawdę to przeżyć, to jest, to jest nieprawdopodobne, nie? Mecze z Arisem i Bordeaux to były mecze życia Joja, który dla nas został symbolem dekady Gieksy w pucharach. Zaczliśmy daleko, ale na naszej drodze stanęli znowu bezlitośni Niemcy z Leverkusen. 0-4 Leverkusen. Oni mieli taki znaczek, wiesz jak 0-4. No i to 0-4 nam tak, mi tak tkwiło w głowie, że co Bayer Leverkusen to 0-4. No i cztery mecze, żeśmy grali i trzy po cztery. Ten Finos miał jeden moc za daleko, to dla nas to było w tym momencie jeden mecz za dużo. Ta kadra była stabilna, mocniej chłopcy, w sumie motoryczniej i tak dalej. Czternastu ludzi do, można powiedzieć, piętnastu w poliwach do grania, gdzie tam zmiany, jak tak przeszli się w sumie składy, były minimalne. Było dwóch, trzech zawodników, gdzie tam wchodzili. Ten człon był twardy i to generalnie po Bordeaux pękło. Nasz pucharowy jedyna GKS Katowice tym razem nie sprawił polskim kibicom miłej niespodzianki. W pierwszym meczu trzeciej rundy Pucharu UEFA Katowiczanie wyraźnie ulegli Bayerowi Leverkusen 1-4. Rewansz graliśmy w Mikołajki na Stadionie Bayeru. To była tylko formalność, chociaż wycieczka fajna, a dla piłkarzy transferowa okazja. Stadion pełny. Myśmy wszyscy powiązywani jakbyśmy z Waterloo przyszli. Normalnie każdy ma jakiś uraz, wszyscy w tych ciągaczach. A każdy się chciał pokazać, bo to zachód, nie? Ja zaraz wyjadę, ja zaraz będę miał kontrakt. Marek Sierczewski jako ostatni stoper grał w ataku. No oni zwariowali, oni wszyscy stali coś do głowy, nie? Bo to było nieprawdopodobne, oni wszyscy chcieli się pokazać. Ale jak się pokażesz, jak to najpierw wynik zrobić? Przy naszej dyspozycji i przy takiej dyspozycji, jeśli oni mają taki fat, zmieszają takie bramki, to no, tu się to może różnie skończyć. Taki oddech w sumie, jak skończyło się tylko, szczerze powiem, 4-0. Na koniec roku Gieksa była trzecia w lidze, a my wszyscy żyli jeszcze europejskimi pucharami. Do kadry dołączyli mocni zawodnicy Sławek Wojciechowski i Jurek Brzęczek. I tu nagle w klubie nastąpiło Częsienie Ziemi. No jak można zwolnić tenera za słabe wyniki na mecze, które o nic nie są? To są sparingi i za sparingi wyjęli go na szatnię. Znając to piekiełko, to u doradców znalazło się wielu. W kontekście sparingów i tak dalej, czym następny sparing przegrany, tym więcej. Pod tym Adam Ledwoń przyjechał kiedyś z leczeń, bo z Ustronian do Warszawy, z niedaleko. W sumie zostało, jakich płom przyjechali, mnie przepraszał, ale nie chciałem wiedzieć nawet za co. Wiedziałem, że coś było na rzeczy, że w pewnym momencie na pewno prezes Dziurowicz pytał się i zawodników, ale szczególnie jego i może on to potem potwierdził. Myśmy już myśleli, że my już jesteśmy Bayern Monachium, nie? Mając w szatni takich zawodników, nie? Zawsze było to pragnienie, no co z tego, że tych pucharów tyle, nie? Puchar Polski, super puchar to, no co z tego? Ale nie ma tego, tej wisienki na torcie, nie? I to był ten moment, kiedy chcieli postawić wszystko kosztem kogoś. O, tak to nazwijmy. Zmiana orzecha na Jacka Góralczyka to nie była pierwsza dziwna decyzja Magnata. W Polsce Gieksy nienawidzili wtedy prawie tak jak Legii, a to za zgaśnięcie Jupiterów w meczu z Górnikiem, a to za walkower na naszą korzyść w meczu z Ruchem. Wszyscy myśleli, że przyszły prezes PZPN-u ma wszędzie macki. Jak było, tak było, ale dla nas Dziurowicz jest postacią, do której mamy szacunek. Zawsze stał w tunelu, blisko Dużyny, blisko Murawy. Miał tam swoje miejsce raz na stojąco, raz na krzesełku. Ile on tam wypalił paczek papierosów, to tylko on sam chyba wie. To na pewno był człowiek, który miał Gieksę w sercu, choć z Katowic nie pochodził. Miał Gieksę w sercu i zrobił dla niej wszystko. Ten człowiek przyszedł o 6 rano i już pilnował kto, gdzie, kiedy wchodzi do budynku albo wychodzi. Prezes Dziurowicz to miał twardą rękę. Co chciał, to zrobił. Nie było rzeczy niemożliwych. I to był prezes Dziurowicz. Ciężki był człowiek, baliśmy się go, bo był trochę taką despotą. Natomiast z drugiej strony, to co ja doceniam, czy jakieś słowo jego, nigdy się nie wycofał z tego. Słowo jego było święte. To, co powiedział, to było. Nie było tak, że jak ktoś tam mówił, a naobiecywał, bo miałem takich prezesów, to naobiecywali dużo. Nie, to co powiedział, to było. To, co między sobą, żeśmy uzgodnili, to było. Nawet on nie musiał być na papierze. Ten człowiek miał w sobie tyle zła, co i dobra, tak? Nazwijmy to tak. Nie wiem, czy on musiał tak robić, czy nie. To historia okaże, ale jak być blisko niego, było bardzo trudno, nie? Dzisiaj pracowałeś, jutro już nie pracowałeś, nie? Za chwilę przyjeżdżali po ciebie. No takie to było, nie? To były te czasy, jak nie będzie grali, ty pójdziesz na dół tam pracować, nie? To tak krzyczał na nas, nie? No był, był histeryk, no Jezu, no wiadomo, rzucał wszystkim. To był facet, który to, co mówił, to robił. I on nie mówił, że jest ładnie, a za plecami mówił, że jest brzydko, tylko mówił tak, jak jest. Ja nawet powiedziałem, że jak prezes idzie, to niekiedy papier toaletowy się w łazience prostuje, jak on jest. Bo wszystko musiało być tak, jak powinno być. Prezes Dziurowicz, nie wiem, czy on był na jakichś wczasach, albo na jakimś ulopie. I teraz powiedzmy, też jechaliśmy na zgrupowanie do Niemiec, praktycznie ekskluzywne warunki i tak dalej, i tak dalej. Wziął żonę prezes i Marka i Piotrka, bo miał tam z nami być te 10 dni w Niemczech w sumie i odpocząć. On już praktycznie kazał kierownikowi, czy tam kierownikowi sekcji zadzwonić, że coś tam, jakiś wypadek jest na kopalni, po 3 dniach się zwinął i zostawił żonę i dzieci, praktycznie na tym zgrupowaniu pojechał z mnie pracować. Jakby nie było, to tam Dziurowicz mi fajne kary dawał i też odebrałem to fajnie, bo czasami mnie wrzucił tam, wrzucił tam, tam pójdziesz robić, tam pójdziesz. Też tak było, no. Oni trenowali, a ja musiałem, kurczę, pracować tam, liście grabić czy coś. Musiałem to zrobić, no i trochę wywołał mnie trochę na człowieka. Trzecie miejsce w lidze i siódmy finał Pucharu Polski był osiągnięciem, ale finałowy mecz z Legią na jej stadionie był słabym pomysłem. Nie skończył się do nas dobrze i nie chodzi tylko o wynik 0-2 dla warszawiaków. Uciekaliśmy w różne strony, każdy uciekał, a ucierpieli na tym najgorzej do piłkarza Legii, bo kibice im samochody po kamieniu, bo chcieli nasz autokar. I nawet, żeśmy pojechali na zakończenie wtedy, na odbieranie pucharów. Muzyka To był jakiś zły znak. Wrócił trener Lęczyk, udało się jeszcze wygrać superpuchar, ale frajersko odpadliśmy pokarnych z Araratem Erywań w Pucharze UEFA. Dziura poszedł do Warszawy, a sezon 95-96 skończyliśmy na 11 miejscu. Czulimy, że coś się kończy. Muzyka Jednak odpływ tych naszych zawodników był dość duży z klubu. Ci, którzy przychodzili jakoś nie potrafili sprostać tym wszystkim, że tak powiem, wymaganiom klubowym, kibicowskim. Do tego dochodziły też różne aspekty. Jak wiemy, w tamtych latach Liga była dziwną ligą. Działo się wiele różnych rzeczy poza boiskiem. Muzyka O tym mówił też Jasiu, który jeszcze na chwilę wrócił z Bundesligi strzelić w naszych barwach parę goli. Chciałem pomóc jeszcze, trochę pomogłem, ale to już nie było to i odpuściłem. To co za Jaja szły wtedy, to nie mogę sobie takiego wyrazić. Przyjedziesz z Niemiec, a tu ci kręcą cały czas. Muzyka Do dzisiaj myślimy, czemu nasz czas się kończył. Pewnie chodziło o wiele rzeczy, ale na pewno zmiany w kopalniach też miały znaczenie. Dlatego nie było stać na, utrzymać tych zawodników i po prostu sprowadzać nowych. Tutaj dużo zawodników było transferowanych z GKS w Katowice. Czasy się zmieniły, znowu kontrakty większe tego, a GKS cały czas był na tych małych kontraktach nazwijmy to. No i chłopcy zaczęli marzyć o tej dużej piłce europejskiej, jak Ledwoń, jak Wojciechowski, jak Świerczewski, jak Węgrzyn, jak inni. Każdy chciał jechać. Głosierowicz przeszedł do, został prezesem PZPN-u, ale był prezesem Katowic. Jak został prezesem, to nam zaczęli rzucać kłody pod nogi, bo nawet myślałem, że jak prezesem zostanie, to sędziowie będą do nas inaczej podchodzić. A sędziowie jeszcze potrafili nas kręcić. Także tutaj, mówię, jego osoba, no, dużo pomogła Katowicom, ale akurat w tym okresie, kiedy został prezesem PZPN-u przeszkodziło to. W pewnym momencie, jak potem przekazał to na, potem tu był przez jakiś okres kto inny, potem byli synowie, jak przekazał to wszystko w ten, to może to się potem zaczęło trochę gubić. Cztery wicemistrze, trzy trzecie miejsca, trzy puchary Polski, dziesięć lat grania w Europie, ale tego najważniejszego, czyli majstra nie było. A przecież w teorii wszystko grało. Wszystko było w tym samym miejscu, co powinno być. I było tak, i dobry skład, i dobrzy trenerzy, i dobre zarządzanie. A najważniejsze to, co jest, to w tym układzie było to, że były pieniądze. Naprawdę, no, mieliśmy, mówię, w każdym roku, w którym ja grałem, gdzie tam zespół się zmieniał, ale zawsze, bo byli to zawodnicy, którzy przychodzili, to byli głównie reprezentanci. Albo zostawali reprezentantami pogrze w Katowicach, albo przychodzili jako reprezentanci. Mistrzostwo Polski czy awans robi się ze słabymi zespami, nie z mocnymi. Bo na mocnych nie trzeba się mobilni, nie trzeba się sprężać, bo tam się każdy sam spręża i tak dalej, a na tych słabych. Myśmy dużo punktów potracili i może potem tych punktów brakowało. Nikt za bardzo w Polsce prezesa Dziurowicza nie lubi, a szczególnie w Warszawie. Także nie wiem, no nie znam kulisów tego, ale po prostu uważam, że i powiem to szczerze, że po prostu nie dopuścili nas do tego, żeby zrobić Mistrzostwo Polski. No gdzieś trzeba Lusowi pomóc. I to wszyscy wiedzą, którzy to Mistrzostwo zrobili. Jak na Wicewie zrobiliśmy Mistrzostwo Polski, prezes Dziurowicz był głównym prezesem PZPN-u, wręczał nam medale. Jak doszedł do mnie, to mi powiedział tylko tak. Pamiętam to jak dziś, ja mówię, widzisz koniar, musiałeś do Chodzi wyjechać, żeby Mistrzostwo zrobić. A w Katowicach nie szło. No prezes, no tak wyszło, no byliśmy blisko. Zawsze powtarzam tym, którzy się śmieją z GieKSy, no że wołają, ile macie Mistrzów, to ja mówię, pokażcie mi drugą drużynę w kraju, która działała przez dziesięć lat po rząd europejskich pucharach. Cześć lat po rządze. Zobaczcie, jak na to, że znowu od rządze. Muzyka Продолжение следует... 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 Продолжение следует...